Здравствуйте, в прямом эфире работает телеканал Хабар 24 в студии КСЖ Могулов. Итак, прямо сейчас идет заседание Сената Парламента. Депутаты Верхней Палаты обсуждают республиканский бюджет на ближайшие три года. И мне бы хотелось вместе с моими гостями тоже обсудить некоторые из аспектов этих важных документов. Итак, позвольте представить, вместо со мной сейчас в студии находится член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан Маншук Каримова. Добрый день. Добрый день. И известный экономист Ануар Нуртадин. Здравствуйте. Приветствую. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с главного, с национального фонда. Потому что, собственно, в начале заседание речь шла о гарантированных трансфертах на 2024-2026 годы. И если я правильно понимаю ситуацию, то на данный момент от этих трансфертов будет зависеть вот именно исполнение, скажем так, социальной направленности, что ли, нашего бюджета и вообще политики государства экономической. В действительности, если говорить про бюджет, он у нас уже некоторый период дефицитный. Но, в принципе, здесь не нужно говорить, что это большая проблема. Разумеется, риски, которые есть, они постепенно накапливаются и возрастают. Но, в целом, эти риски покрываются в текущем моменте именно через национальный фонд и благодаря тем же трансферам. То есть, фактически, ввиду того, что у нас резкая волонтильность по экспортным товарам, это, в первую очередь, на цены на нефть и другие ресурсы. И, соответственно, мы просто-напросто с помощью этого же национального фонда сглаживаем так называемые финансовые разрывы. Кассовые разрывы, как ты скажешь. Но из позитивных новостей, все-таки, на сегодня у нас в действительности рост национального фонда в текущем периоде буквально составил 3,7% до 58 миллиардов долларов США. Соответственно, можно сказать, это положительная динамика. Надеемся, отразится в первую очередь того законопроекта, который мы ожидаем. Это, в первую очередь, нацфонд детям. И, надеемся, инвестиционный доход, именно 50% от него, дети уже начнут получать в ближайшее время. Так что это из таких позитивных. Но нельзя, конечно же, не обволниться. Немножко нейтральной новостью в том, что у нас, к сожалению, за этот же период золотовалютные резервы сократились на 9%. И можно сказать, что это явилось, наверное, в том числе фактором, так сказать, стабилизации на валютном рынке и выполнение обязательств по внешним заимствованиям. Опять-таки, ввиду того, что бюджет дефицитный. Но нельзя говорить, что это как бы суперплохо. Потому что в коротком периоде данные показатели, они имеют свойство как снижаться, так и возрастать. Но, в общем, насколько я понимаю, исходя из мирового опыта, дефициты бюджетов есть у многих достаточно развитых стран. Безусловно. Дефициты бюджета, опять-таки, ввиду тех рисков, которые возникают, они практически во всех странах Первого мира. Здесь единственная разница, что практически все страны Первого мира, как мы знаем, они являются зачастую производителями. То есть, им выполняют так называемую функцию эмиссии денежной массы. То есть, они производят... Да, это доллары, это евы, это иены. Соответственно, в данном направлении им легче. Более того, это подкрепляется тем, что у них очень жесткие, так сказать, межстрановые связи. И при этом, так сказать, стабильность экономики высокая. И, соответственно, обслуживание этого долга достаточно низкое. Для Казахстана, разумеется, возникает риск именно в рамках обслуживания этого долга. И здесь нельзя не отметить, что на обслуживание долга у нас уже идет около 8% от бюджета. И более того, в рамках пересмотра у нас ведет увеличение данных цифр. Разумеется, это плохой показатель, если уж говорить прямо. Но следует отметить, что этот показатель был вынесен в том числе в так называемой аналитической записке по бюджетным рискам, которая буквально, собственно говоря, в том числе, я надеюсь, я приложил инициативу еще в прошлом году, в 2022 году, по выпуску данного анализа. И, соответственно, здесь нужно учитывать, что этот анализ приводится впервые. И на это уже обращают внимание наши финансовые институты, в том числе правительство и весь финансо-экономический блок. Соответственно, этот вопрос тоже уже взят под контроль. Хорошо. Но, госпожа Каримова, как вы думаете, почему мы, говоря о необходимости исполнять, опять же, возвращаясь к началу моего первого вопроса, говоря о социальных обязательствах государства, мы говорим о том, что на эти расходы, в том числе, мы вынуждены делать те самые взаимствования, гарантированные трансферты из национального фонда. Ну, давайте для начала начнем с того, что национальный фонд, он осуществляет две функции. Это сберегательная и стабилизирующая. То есть сберегательная функция, она направлена на решение таких долгосрочных задач, каких-то крупных инвестиционных проектов. Вот как, например, Ануар озвучил, это проект «Национный фонд детям». А стабилизирующая, это как раз стабилизационная, это как раз-таки решение краткосрочных задач, в краткосрочном периоде это социальные обязательства государства, выплата пенсии, пособий, различные, ну, например, пособия по инвалидности, адресная социальная помощь, повышение заработной платы, да, педагогам и так далее. То есть, и, соответственно, есть два вида, да, трансфер, вот сегодня рассматривается закон о гарантированном транспорте на плановый период. Также в самом законе, проект закона о республиканском бюджете на плановый период, есть еще подразумевает собой целевой трансфер из бюджета. Как раз-таки это на решение вот таких крупных, неокупаемых, скажем, проектов. Также в период кризиса выделяются данные средства. И вот если суммарно посмотреть, да, это общий объем, вот, гарантированный плюс целевой трансфер, это порядка 3,6 триллионов тенге, это только на 2024 год. И это суммы практически, ну, соразмерно с теми суммами, которые были в период пандемии. То есть это, ну, действительно затратно, но у государства приняло на себя обязательства, и поэтому, скажем, денег в республиканском бюджете не хватает, как сказал, да, дефицитный у нас бюджет, поэтому нам приходится заимствовать. Но именно эти деньги, контроль, да, и эффективность использования этих средств, она вот как раз-таки должна быть очень... Пристальное внимание как раз-таки депутатов Сената и Нижней Палаты также. Здесь, если можно, я, наверное, добавлю, в действительности замечательная функция, но когда у нас в целом бюджетные расходы превышают доходы, мы надеемся, что все-таки запуск, так называемый, экономического цикла будет не только, так сказать, на верхнем уровне, но мы получим сшивание всего общества через те финансовые механизмы, то есть сшивание буквально социально-экономической ткани. К сожалению, здесь то, что официально сегодня уже было отмечено, что реальные доходы населения, несмотря на то, что у нас замечательный рост ВВП на 4,7% было пока за текущий период, рост доходов населения около 1% из реальных. И, более того, второй фактор, который также является проблемным, о чем говорят экономисты, это накопление, так называемой, денежной массы в депозитах, в банках второго уровня, в депозитных организациях, он тоже не изменился практически. В принципе, объяснимо, если связать это с базовой ставкой Национального банка, получается, что сейчас выгоднее держать на депозите, чем... Выгоднее, да, держать, но проблема в том, что у нас нет в данном показателя роста, то есть, фактически, это я к чему... Просто мертвый груз? Это к чему говорит? Это, ну, отчасти здесь еще нужно понимать, что, как сказал Космужемат Кемелович, фактически финансовая система пока работает на так называемых крупных игроков на банке второго уровня. И это третьим показателем видим так называемую систему кредитования. То есть, кредитование идет не бизнеса, то есть, в первую очередь, конечно, для нас всех интересно, малый и средний бизнес, там, по-моему, 10 триллионов идет, а именно кредитование физических лиц, там 16,6 получается. И здесь, опять-таки, перекос в сторону физических лиц создает дополнительные риски для финансовой устойчивости в целом системы Казахстана. Почему мы говорим, что это, на самом деле, когда мы говорим проблема, проблема не есть катастрофа, проблема это то, что нужно просмотреть, просчитать и, так сказать, принимать действия и меры, так сказать. В данном, например, направлении хотелось бы, чтобы все-таки наши финансовые и экономические власти обратили особое внимание, может быть даже, в том числе, через депутатов Сената, в том, что нам необходимо, безусловно, развивать экономику предложения на сегодня. И помимо экономики предложения, это дирегуляция, это налоговое стимулирование, и здесь, опять-таки, в бюджет. То есть, не искать дополнительный доход, искать, где мы можем оптимизировать расходы, в том числе. И, безусловно, сшивать все население. То есть, у нас, к сожалению, некоторые показатели по политике бюджетной, то есть, минимальная зарплата, средняя зарплата, модальная зарплата, прожиточный минимум, зачастую не связаны друг с другом, как отмечают все международные финансовые институты. И здесь, наверное, поведение к единому стандарту, это следующий шаг в текущем году, опять-таки, в рамках поручения Касымжематки Мелочи, который говорит, что необходимо Казахстан направлять в русле социальной устойчивости и социального развития. Ну, смотрите, если вернуться к тезису, который Ануар озвучил о банках, мне на ум приходит, по-моему, это в послании было в сентябре, когда глава государства говорила о том, что банки второго уровня накопили чуть ли не там порядка 2-3 триллионов, что ли, в прошлом году, денежной массой, и при этом уровень кредитования реального сектора очень-очень низкий. То есть, фактически, бизнес-проекты кредитуются в основном за счет государственных денег. Но ведь так не должно быть, мне кажется, в нормально работающей экономике. Как вы думаете? Ануар, пожалуйста. Здесь, в действительности, опять-таки, когда мы говорим, что в данном случае банки буквально работают как насос для того, чтобы стимулировать всю экономику, направляя денежный поток в необходимые сектора. Тех сектора, которые имеют высокую производительность труда и смогут генерировать дополнительную экономическую выгоду или дополнительную экономическую прибыль. В данном случае, разумеется, полностью эта проблема, наверное, не текущего дня. Эта проблема, опять-таки, накапливалась системно в течение нескольких лет. Тем более, у банков появилось несколько инструментов, в том числе, альтернативного вложения, генерации денег и, собственно говоря, их сохранения. Соответственно, некоторые даже экономисты, я, некоторые экономисты называли банки второго уровня, в том числе со страниц журнала Forbes, Казахстан, чуть ли не паразитами экономики Казахстана. И об этом отметил глава государства, назвал их финансовым пылесосом. Потому что именно основная задача банков стоит в стимулировании. И, разумеется, когда мы говорим... Госсубсидии или госфинансирование нужно постепенно уходить от госстимулирования и государственных субсидий экономики. Именно переходить на более рыночные механизмы. В данном случае, наверное, в действительности постепенно вот новая политика Национального банка по уменьшению ставки, ее, наверное, следует усилить, потому что ставка не влияет напрямую на инфляцию в Казахстане. Это связано с... Если гиперинфляция снизилась все-таки, она снизилась, это уже необходимо признать по текущему периоду, но она все равно остается двухзначной, то есть гиперинфляцией. Это, как мистер Смаилов говорил, это все-таки в первую очередь достижение правительства, нежели достижение Нацбанка. Потому что к Нацбанку еще больше вопросов, как они регулируют этот банковский сектор. И последнее, что необходимо отметить, банка необходимо усилить свою политику выделения займов физическим лицам, особенно тем, кто в действительности уже не способен нести вот эту высокую долговую нагрузку. То есть это пруденциальные нормы. И опять-таки это нужно рассматривать в рамках бюджетного... Почему мы опять возвращаемся к этому вопросу в рамках рассматривания бюджета? Потому что у нас, к сожалению, очень низкие так называемые социальные показатели. Их необходимо усиливать, так как у нас бюджет все-таки социальный. Это в первую очередь прожиточный минимум и так называемые официальные, так сказать, черты, то есть это минимальная зарплата. В данном случае у нас в действительности идет очень позитивная динамика со стороны Краснодара Кемиловича, который уже увеличил со 42 тысяч в начале до 75 тысяч и со следующего года до 85 тысяч. Но многие экономисты говорят, что это догоняющие меры. Потому что из тех отчетов, опять-таки, всемирных институтов международных, это в том числе, скажем, АИО, нужно немножко смотреть вперед. И это как раз-таки позволит, это накопление капитала позволит населению пользоваться товарами, услуг местных производителей и местного бизнеса. Это, в первую очередь, малый бизнес, который в дальнейшем зациклит на себе средний бизнес и запустит экономику предложения. Кстати, если говорить о взгляде вперед, пока шла трансляция, вы мне сказали, что сможете поделиться некоторой информацией по так называемому ПСЭР, да? Это прогноз социально-экономического развития, если я не ошибаюсь. Прогноз – это базовый, наверное, документ. Прежде чем разрабатывается проект республиканского бюджета, закладываются индикаторы социально-экономического развития. Это и рост ВВП, это как раз-таки, о чем говорил Ануар, показатели социальные, это и расходы, и инфляция, и так далее. Сам прогноз, он строится по трем сценариям. Это базовый сценарий, оптимистический, пистимистический сценарий. И в основу взят как раз-таки базовый сценарий. По базовому сценарию порядка, по-моему, 5% на следующий год. От 5 к 2026, к 6% мы придем рост ВВП. Ну, по крайней мере, так. Должны прийти. Да, должны прийти, как спрогнозировали. Цена на нефть спрогнозирована на уровне 80 долларов за баррель. Курс тенге 460 тенге за доллар получается. И уже исходя из этих параметров, отдельные параметры формирует национальный банк. Это параметры денежно-кредитной политики. И, соответственно, уже исходя из данных заданных параметров, формируется сам республиканский бюджет. Вот если вот так рассматривать. Поэтому эти документы рассматриваются параллельно. Плюс закон, о котором мы уже упоминали, проект закона о гарантированном трансферте на плановый период, поскольку эти расходы поступают в республиканский бюджет. Плюс целевой трансфер. Но расходы на целевой трансфер из национального фонда только лишь по решению главы государства. Это как раз-таки, о чем мы говорили, значимые проекты. Либо период антикризисных каких-то мероприятий. Мер поддержки. Да, мер поддержки. Как раз-таки будут направлены... Ануар, вы все выходите, чтобы по социальным показателям. Вот как раз-таки программа по повышению уровня дохода населения, это вот один из, наверное, приоритетов расходов республиканского бюджета. Да, я хотел добавить в действительности по ПСЭРу замечательный документ. Там есть, как было высказано, три базовых сценария. Помимо этого, сейчас был проанализирован фактически так называемый рисковый сценарий или стрессовый сценарий. Сценарий по уменьшению цены на нефть, так как мы знаем, что нефть это уже не рынок продавца, а рынок потребителя. Вторая проблема, это так называемая волатильность по курсу тенге, то есть снижение курса тенге. Третья, это получается по индексу потребительских цен, то есть резкий, так сказать, рост ввиду рисков, ввиду импортированной экономики. И изменения по ОТП идет, и, конечно же, комбинированный сценарий. Здесь следует понимать, что... А, ну, разумеется, еще снижение в целом экономики Казахстана. Здесь следует понимать еще такой момент. Разумеется, мы можем, в принципе, как экономисты, математически моделировать любые ситуации и показать, что все эти сценарии, самые негативные, вот то, что бюджетная заявка, бюджетный анализ по рискам был выпущен, все эти сценарии к 28-му года приходят к одному результату. Замечательный, конечно, анализ. Экономисты навсегда на это отвечают. Победы статистики никого еще не накормили. Но мы надеемся именно на позитив, то есть в целом динамика в стране заключается именно в этом направлении. Так, буквально через секунд 20-30 нас уже мы должны перейти на трансляцию. Подытоживая, скажем так, этот блок, хотя бы потом уже подытожим, давайте посмотрим трансляцию. ДАУСПЕРУ РИЖИМА РИЖИМА КОСЫЛСЫН ДАУСПЕРУ РИЖИМА РИЖИМА КОСЫЛСЫН ДАУСПЕРУ РИЖИМА РИЖИМА КОСЫЛСЫН ДАУСПЕРУ РИЖИМА РИЖИМА КОСЫЛСЫН Нәтижесіне кранға шығарыныздар. Шешім қабылданды, зан мәрліске жіберледі. Күрметті депутаттар, және отырысқа қатсушылар. Біз бүгін ұлттық қордан кепілдендірілген трансфер туралы және 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңдарды қарап мақылдадық. Бюджетті қабылдаған кезде парламент бұл жолы да әлуметтік бағытқа басымдық берді. Мемлекеттік шығыстарын шамамен 40% әлуметтік салаға бақытталады. Осы ретте адами капиталды дамыту, білім беру мен денсаулық сақтау жүйелерін жетілдіру, бизнес пен агронер кәсіптік кешенді қолдау үш жылдық бюджеттің маңызды басындықтары екенін ата бөткен жөн. Сонымен қатар бюджетте аса маңызды инфракұрылымдық және әлуметтік жұваларды іске асыруға қазетті қаражат қарастырылған. Өнерлерді дамытуға 7 триллион тенгеден астам қаржы жұмсалады. Ауылдық жәлерді кәсіптерлік бастамаларды қолдау үшін келесі жылы 100 миллиард тенге бөлінеді. Осындай мақсат мүндеттерді іске асыру экономиканың өсігін, және азаматтарымыздың өмір сүру сапасын арттыруды қамтамасыз етуге кейіс. Сонда як бүгін сенатарлар инфляциян тежеу, шағын және орта бизнесті қолдау, инфракұрлымды дамыту сияқты бірқатар маңызды бағыттарға қатысты өзекті мәселелерді көтерді. Осы ойда өкімет мүшелерінен бүгін депутаттар көтерген барлық мәселелерді алдағы жұмыста ескеруді сұраймыз. Күрметті әрптестер, бүгінгі отырыс парсында сындарлы пікірлер айтылып нәтижелі талқылалдар болды. Сол үшін премьер-министерге және өкімет мүшелеріне ұлттық баңықтың төрағасына, жоғары аудитарлық палатының башшылығына және барша отырысқа қатсушыларға ауысымызды білдіреміз. Біздің басты мақсатымыз президентіміздің тапсырмаларын сапалы орындау және әтілетті Қазақстан құру жолындағы реформаларды табысты сүге асыру. Осы бақытта сенатарлар барлық бастамаларды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, және өкіметке қажетті қолдау көрсетуге дайын. Әрі қарайда еліміздің мүддесі үшін бірлесіп, нәтижелі жұмыстейміздеп сенемін. Осы жолда бақшанызға сәтлікті емін. Сөз премьер-министр Смайлыф Алихан Асқанулына бердеді. Құрметті Маулен Салатқанулы, құрметті депутаттар, үш жылдық республикалы бюджетті қарау кезінде өкіметпен жан-жақты жұмыс шасап, өзлеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін аласымыз дайтамыз. Қабылданған құжат өмілікет бақшының тапсырмалары мен бастамаларын барынша ескереді. Осы бюджетті іске асыру барлық әлеметтік міндеттерді орындауға, елдің экономикасын, өмірлердің экономикасын арғарай дамытуға және жалпы қалықтың өмірі сұру сапасын арғарай көтеруге мүмкіндік береді. Құрметті депутаттар, сіздерге бірлескен жұмыстарыңыз үшін, және бізге күшеткен қолдауларыңыз үшін тағды рахмет айтамыз. Өхмет арғара істерімім бірге тұғыз жұмысты салға дайын. Дендеріңізге сауылық, істеріңізге сәтіліктілейміз. Рахмет. Рахмет Алихан Асканула, Республикалғы бюджетпөінші шакрылған арттыстерге. Рахмет жұмыстарыңыз үшін, жұмыстарыңыз үшін, сауылыңыздыр. Депутаты Сената закончили обсуждать запланирован на сегодня два законопроекта. Напомню, речь шла о гарантированных трансфертах из Национального фонда на 2024-2026 годы, а также о республиканском бюджете на этот же период. Что ж, нам осталось тоже подвести итоги. Итак, госпожа Кримова, попробуем коротко резюмировать содержание нашей сегодняшней беседы относительно и бюджета, и Национального фонда. Только что мы посмотрели, как депутаты проголосовали. Законопроекты направятся в Нижнюю палату и затем на подпись президенту. Сенат — это прежде всего интересы регионов, и депутаты при рассмотрении законопроектов смотрят именно с точки зрения потребностей регионов. Усиливается роль Сената в взаимодействии с регионами. Поэтому, как раз-таки, сегодня Ануар уже озвучивал, что население, социальные вопросы. И, естественно, бюджет, он должен отражать вот те деньги, которые мы выделим, да, каждый там тенге, он должен дойти до конечного получателя. Это наше население, конечный получатель той или иной услуги. Это либо не финансовая или финансовая поддержка государства, будь то пособие, либо дорога, либо больница или школа. Поэтому, я думаю, что это работа ежегодная. В следующем году мы увидим уже отчет об исполнении за текущий год. И, может быть, какие-то изменения, да, и так далее. Хорошо, спасибо огромное. Господин Нуртазин, ваш вывод? Вы знаете, это, конечно, рутинная работа принятие ежегодно по бюджету, рассмотрение их отчета. Но хотелось бы здесь добавить некоторые факторы, которые будут являться, наверное, краеугольными, причем в ближайшее время. В первую очередь, то, о чем мы радеем буквально уже не первый год, это, в первую очередь, так называемые бюджетные коэффициенты, чтобы каждый регион получал в соответствии с населением. То есть, у нас есть недофинансированные и перефинансированные регионы. И об этом говорит глава государства. В первую очередь, перефинансированный регион – это Астана. Здесь нужно понимать, что следующий момент – это, безусловно, так называемый рост экономики и защита от инфляционных цен или ценовых скачков, или ценовых даже шоков, говорят. Безусловно, то есть разработать методику и методологию экономики предложения на самом низовом и базовом уровне, начиная с так называемых районов и районных центров. Третье получается. Для того, чтобы обеспечить стабильность валютного курса, нам просто необходимо на сегодняшний день создать так называемый защитный финансовый контур для нашей экономики, чтобы полностью просматривать так называемую внешнеэкономическую деятельность, чтобы денежный финансовый поток, а именно доллар США, оставались внутри страны, так как это необходимое условие для долгосрочного роста. И, наверное, знаете, последнее. Все-таки зачастую много говорят, что нам нужно уходить от нефти, от ресурсов, но это, наверное, все-таки каркас нашей экономики. И, конечно, мы бы хотели, чтобы и малый бизнес, и простые граждане именно непосредственно прикоснулись к этому каркасу. И здесь, наверное, необходимо их вовлекать, в том числе через систему, так называемую, регулируемую и обязательного закупа. То есть отечественный предприниматель должен получить выгоду от этого напрямую, а также усилить работу в первую очередь в системе, так называемого, трансферного центра образования. Но это такие пожелания, и мы надеемся, что эти пожелания, в том числе, будут услышаны на самом высоком уровне. Безусловно, от себя добавлю, что, наверное, еще должен, во всяком случае, иметь значение такой фактор, как эффективное использование запланированных денег. Потому что, ну, несколько странно, когда в конце каждого года глава счетной палаты говорит о том, что у того-то ведомства столько-то миллионов не использовано, не свойно, а у того-то столько-то. Ну что ж, мне осталось только напомнить, что вместе... Давайте вернемся на созидание Сената парламента. Продолжение следует... Соның ишінде, казырлы таңда ең өзекті мәселерің біріне айналған Мемлекеттік сатывалу туралы заңы. Бұл ретті мемлекеттік сатывалу дұр жүзеге асыру кезінде, тек баға параметріні басты назар аударын салдарынан, алынатын тауарларымен қызметтерін сапасы екінші қатарға қойлатындығы өзекті болып отыр. Аталған мәселе Жамбол облысындағы сапар шенберінде өндіріс қасыпорындам көтерілді. Ақшаны өнемдеу мақсатында, мемлекеттік сатывалу туралы заңға жүйелі түрде өзгерістер еңгізуден тапсырыс берушілермен жеткізушілері шекті өдер күші үйді. Көптеген кәсіпкерлер мемлекеттік сатывалу порталымын жұмыш асауға деген қызушылығы төмен. Жеткізушілер тұрапынан қымба және пайдану мерзімі аз сапас таварларды өткізу фактлері жиын орын алып жатады. Кәсіпкермен дауласып, соттасу, көп жағдайды онын нәтиже бермейді. Тендірді қайтауын бастыру қажеттігі туындап, қаражаттың артық шығына әкеліп соғыда. Мемлекеттік сатывалы заңынамасын әзіре үшілер, әкімшілік мекемелермен өндіріс қаспорындарының айырмашықтарын ескермей, бір саната қарастыру дұрыс бағыт емес. Бұл мәселен, 600 мемлекеттік сатывалы туралы заңының бір көзін сатывалы тізіміне келесі түрдені қайтару керек. Бір текі таварлардың жылдық көлемі, 100 еселеген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сатывалу, бір текі жұмыстарымен көрсеттік қызметтерінің жылдық көлемі, 500 еселеген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сатывалу, форс-мажорлық жайлардың тоңдау, онын үшінде төтен шығдайларын табиги монополия сөбіліктілерінің, қондырғаларымен жадықтарын технологиялық бұзы жұлтарын жой ұсалдарына керекті таварларды, жұмыстарды көрсеттік қызметтерінің сатывалу, осы норманы қайтару тапсырыс бер үшілерге қысқай мерзімде, сапалы таварларды жұмыстарымен көрсеттік қызметтерінің сатывалуға мүмкіндік береді. Ендігі мәселе табиги монополиялары сөбіліктердінің байланыстын, өткен қыста өңірлерді болған апаттарға бәріміз көәміз, орын алған ұқиғылардан кейін жұмын қамтамас ететін бір қатар кәсіпорындар мемлекетке қайтаруыда. Меншікке өткенінгейін, кәсіпорын жұмын ұстық сумен, электроэнергиясын қамтамас ететін табиги монополия сөбектсі болуды, тоқтатпайды. Негізге табиги монополия сөбектінің өзінік сатывалу ережесі бар, Ұлтық экономика министерінің 2019 жылғы 13 тамыздағы 173-ші бойырығы бұдан ары ереже. Бірақ, мемлекетік меншікіні оралғаннан кейін бізің заныма қандайды бір себептермен, сатывалуыды табиги монополиялар сөбектлерін ережелдері бойынша жүзеге асырға мүмкінтік бермейді. Ал табиги монополияларға тиеселі сатывалу ережесі, кейбір жағдайларды бір көзінің сатывалу тәсілімен шарттар жасасуға және өндірісі көз ауаттарын делдалсыз тікелей сатывалуға мүмкінтігі бар. Біздің заныма кейбір табиги монополия өз ережелер бойынша сатывалуға тиім салу арқылы, олардың табиги монополия сөбектлер етіндегі құқтарын шектеп жатыр. Бұл мәселенің шешу үшін тейсіз анамаларға өзгестір еңгізіп, табиги монополия сөбектлерін сатывалу жұмысларын өзіндік ережес аясында өткізуге мүмкіндік беруіміз керек. Осы мақсаты мемлекетік сатывалу туралы және табиги монополия туралы заңдар арасындағы қайшылқты жойы үшін мемлекетік сатывалу туралы заңының екінші бабының 27-ші тармақшасындағы тапсырыс берушілерге «Мұналарды қоспағанда» деген тізбеге табиги монополия сөбектлері сөзімен толықтырылып еңгізілу қажет. Сонда ғық самұрық қазына Ақсанел қоғамына тиесілі табиги монополия сөбектлері қоғамының ережесіне сәйкес сатывалу өткізің жүргізе асырады. Сонда ғылайтын мемлекеттік орған жоқ. Мәселені шешу үшін барлық табиги монополия сөбектлерің сатып алу процедурасы бір заңы мен және бір уәклет орғанмен қадағалану тиес. Осыған байланысты табиги монополиялар туралы Қазақстан Республик заңының 16-ші бабының 2-ші тармағының 5-ші тармақшасына және 23-ші тармағына тиесілі өзгерсір еңгізу қажелікті ұндауды. Құрметті әлі қанас қанылы депутаттық сауалды қарауынна тезерін белгінің мерзіміз жазваша жауап беріңізді сұраймын. Құрметті ұрметті ұрметті Қарымын қатқанулы. Нас депутатский запрос адресован премьер-министру Республики Казахстан Смаилуу Алихану Асхановичу. Глава государства в своих выступлениях неоднократно отмечал важность развития атомной отрасли, особенно для экономики страны. Эксперты МАГАТЭ поддерживают в качестве одного из четырех направлений сотрудничества с Казахстаном в области мирного применения ядерной науки – развитие ядерной медицины. Необходимо отметить, что сегодня в стране прилагаются значительные усилия к созданию новых учреждений ядерной медицины. При этом в данном процессе возникают проблемы, связанные с несогласованностью между собой нормативно-правовых документов и отсутствием специальной документации. Об этом было озвучено в наших предыдущих депутатских запросах. Однако для решения вопросов правового регулирования в данной сфере Министерством здравоохранения и Министерством промышленности и строительства не было предпринято необходимых мер. В настоящее время в стране открыто семь центров ядерной медицины. Планируется открытие еще четырех центров. В ближайшей перспективе число персонала в этой отрасли будет только расти. И уже сейчас вопросы их социальной защиты требуют своего решения, чтобы данное направление было привлекательным для специалистов. В этой связи следует внести изменения в постановление правительства номер 1193 и другие соответствующие подзаконные акты в части социальных год и гарантий для специалистов ядерной медицины. Следующей проблемой является производство радионуклидов. В настоящее время на реакторе Института ядерной физики производится всего два радиофармпрепарата, которые доставляются в медицинские центры городов Алматы, Астаны и Семей. Однако этого объема недостаточно, учитывая уникальную производственную базу и технологические возможности Института. К примеру, в США производится 49 радиофармпрепаратов, в странах Европы 36, а в России 23. Вместе с тем, единственный циклотрон Института два раза в год останавливается для планового профилактического ремонта на 30 дней, что влечет сокращение количества произведенных радиофармпрепаратов. По этой причине около тысячи больных не получают соответствующей процедуры. На этом же циклотроне синтезируются радионуклиды, которые поставляются в Германию и Россию. Однако это субпродукты, которые потом, после переработки за рубежом, Казахстан закупает в виде готовых калибровочных источников, но уже за несколько миллионов долларов. В этой связи следует изыскать средства по приобретению второго циклотрона и созданию собственной аккредитованной лаборатории для производства отечественных калибровочных источников. Это позволит не только обеспечить казахстанский рынок, но и экспортировать данную высокотехнологическую продукцию в страны с высоким спросом на ядерные технологии, в такие как США, Франция и Турция. В связи с вышеизложенным для развития ядерной медицины в стране предлагаем 1. Министерству здравоохранения рассмотреть возможность выделения сферы ядерной медицины в отдельную подотрасль на уровне нормативно-правового регулирования с внесением соответствующих изменений в действующее законодательство. 2. Целек социальной защиты специалистов ядерной медицины внести изменения в постановление правительства 1193. 3. Изыскать финансовые средства по приобретению второго циклотрона для Института ядерной физики и созданию собственной аккредитованной лаборатории. Оперативное решение данных вопросов позволит нам существенно усилить конкуренцию Казахстана на международном рынке производства радионуклеидов. Полный текст депутатского запроса прилагается. С уважением Аргенбекова Ниязова. Продолжение следует... Итак, закончилось заседание Сената Парламента. Хотелось бы все-таки подвести его итоги. Я остановился на том, что лично мое пожелание, чтобы все-таки бюджетные деньги тратились не только быстро, но и эффективно. Потому что, насколько я помню, в конце каждого года глава тогда счетного комитета, сейчас называется высшая аудиторская палата, каждый раз говорит о том, что то ведомство недоосвоило столько-то, то ведомство недоосвоило столько-то. Но это ведь не только просто какое-то административное упущение и так далее. По сути, ведь нереализованные какие-то достаточно нужные для, видимо, для страны проекты. Вообще, с точки зрения того, как работает процесс контроля за расходованием или использованием, если правильно сказать, бюджетных денег, это как происходит, госпожа Каримова? Ну вот, начнем с того, что буквально год назад, в ноябре прошлого года, был подписан указ о создании, о некоторых вопросах высшей аудиторской палаты. Тогда вот счетный комитет был как бы юридически преобразован в высшую аудиторскую палату. Это высший орган госаудита и финансового контроля. Госорган, который непосредственно подотчетен и подчинен главе государства. Задача ВАП — это анализ, оценка и проверка как раз-таки эффективного и законного использования активов, национальных ресурсов для обеспечения роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны. И ВАП — это один из участников как раз-таки бюджетного процесса, поскольку высшая аудиторская палата готовит заключение на проект республиканского бюджета по основным направлениям расходов. Это заключение носит рекомендательный характер, оно также параллельно рассматривается, депутаты и Сенаты, и Мажелиса пользуются данным заключением, какие-то моменты. И также я уже говорила, что вот предложения, которые в данном заключении есть, они носят рекомендательный характер, но при этом вот сегодня Ануар уже упоминал, вот этот отчет о бюджетных рисках, это тоже была одна из рекомендаций счетного комитета на протяжении пяти лет. Вот постоянно говорили о том, что нам нужно разработать. И вот впервые в прошлом году этот документ был разработан. И в этом году второй? Да, это уже второй документ. Хорошо, на прощание, господин Нуртазин. Очень коротко, если можно, не успел я спросить относительно цен на нефть. Дело в том, что в этом же, собственно, отчете цены на нефть указаны как один из факторов риска, да, насколько я понял. И, ну, все равно мы, мне кажется, играем в некую угадайку с этими ценами на нефть. Что с ними произойдет, да, на каком уровне они будут. Насколько, ну, я не знаю, насколько разумно, насколько эффективно ориентироваться на этот параметр и вообще как его предугадывать? Это, в действительности, наверное, самый сложный вопрос, потому что здесь, да, два фактора получается. Здесь нужно что говорить? В первую очередь, сегодня МВФ прогнозирует рост экономики на 3%, и в развитых странах всего лишь на 1,3%. Это, соответственно, это не тот рост, о котором будет высокое потребление энергоресурсов. Соответственно, это первый фактор. Второй фактор, то, что ОПЕК, насколько будет снижать добычу, это 35%, соответственно. Если же возвращаться к тому, что у нас ситуация возникает сейчас на юге, скажем так, и здесь, наверное, следует поддержать, что глава государства очень такую социальную политику проводит, то есть, так сказать, миролюбие, миротворчество, и мы проводим как страна в целом, создавая, так сказать, мосты. Но все равно этот риск остается. И, конечно же, последний момент, который влияет крайне сильно, это так называемая санкционная политика. Большинство экономистов выступает против жестких санкционных ограничений, тем более на такие, так сказать, чувствительные товары, которым выступает нефть, потому что нефть это и переработка, и транспорт, и так далее. И последний здесь момент следует обязательно упомянуть, что эти все факторы, хотя и влияют, они являются для экономики Казахстана краеугольной, так как нефть и энергоресурсы фактически формируют большую часть бюджета республики. Большую даже часть. Вообще экономика Казахстана является модель рентной, и здесь не прогнозировать эти цены мы просто не можем, к сожалению. Но, опять-таки, та система, которая была продумана через национальный фонд, она, наверное, является сегодня именно буфером, и это способствует тому, что Казахстан выполнял свои обязательства. И когда здесь нельзя не сказать, что Казахстан постоянно стремится выполнять свои обязательства на международном уровне, но хотелось бы, чтобы Казахстан ориентировал эти обязательства в первую очередь для своего населения. Безусловно. Здесь не поспоришь. Что ж, мне осталось только напомнить, что вместе со мной сегодня в этой студии обсуждали тему заседания Сената Парламента, член Клуба молодых экспертов при Сенате, Маншук Каримова, огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. А также известный экономист Анар Нуртазин, огромное спасибо. Итак, на этом мы заканчиваем наш эфир, но телеканал Хабар 24 продолжает свою работу. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok